Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свои программы. Сегодня среда, 13 июля, и в Чикаго 12 часов дня, в Москве 8 часов вечера, и у нас на связи, как всегда в это время, Сергей Савченко, руководитель Русской школы Таро. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, или добрый день. Да, у нас еще пока разгар дня. Ну, как вы видите, рядом со мной сидит личность, известная личность Сиддхарта Гаутама. В миру известен принц, в миру известен под именем Будда. Вот он как раз-таки учил людей, как правильно себя вести. Тогда можно получить при жизни еще инлайтнинг или просветление. Ну, мы не об этом будем сегодня говорить, а странно, но мы будем говорить с Сергеем Савченко, Таро. Да, и если, дорогие друзья, вы хотите задать вопрос Сергею Савченко или задать вопросы по любому поводу, пожалуйста, вы можете это сделать на нашем сайте. Это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это sungates108, солнечный оборот на конце буквы S. Это телефон под стороны единицы 847-226-9956. Ну и приступим. Сергей, вот у меня к вам такой вопрос. О старших арканах. Ну, я как-то вот занимаюсь для себя нумерологией, вообще чем только не занимаюсь, но в том числе. И как-то, понимая о том, что людей издревле как-то тянуло к чему-то такому неизведанному, мистическому, и, естественно, они не все, мы, люди, не все знаем, поэтому мы советуем специалистами. Такими специалистами являются астрологи, нумерологи, психологи, ну, в данном случае терологи. И вот я пытаюсь все найти какое-то соответствующее гадание, там, предсказания, прогнозы с цифрами. Ну, вот меня интересует первый главный вопрос. В старших арканах есть цифры, это одиночные, скажем, цифры от 1 до 9, но также есть и двойные цифры. И вот, к примеру, цифра, ну, аркан 11, к примеру, да, в сумме дает цифру 2. Есть ли сочетание какое-то... Такие теории есть. Теории. То есть двойка, да, вот сочетается второй аркан с 11, третий с 12, ну и так далее. Дерлично, не вижу у них никакого смысла, ни малейшего, но такие теории есть. Есть по-другому, что 11 карта сочетается не с двойкой, а с первой картой, а 12 карта, соответственно, тогда со второй картой. А почему? Или это просто теория? У меня есть друг. Мы с ним еще в школе вместе учились, дружим. Он сейчас уже доктор физических наук, защитился там, большой человек. Когда я с ним на эту тему заговорил, он говорит, Сергей, дай мне длинный ряд чисел и скажи, что ты хочешь там найти. Я их найду. Я найду тебе любые закономерности просто. Построю тебе графики, такие слова используешь, и ты даже их не знаешь. Например, тензоры. Ну, я слышал, что такое тензор. Ну, не очень хорошо представляю себе, что такое. И я с тех пор перестал по этому поводу вообще напрягаться. Тензор это что-то среднее между тензором и отзором. Да. Не, вообще это вот вектор это на плоскости, а тензор, как я понял, это в объеме. Смутно-смутно. Я не учитываю нумерологические параметры никаким образом. Для меня номера карт не более чем удобный способ их промаркировать. То есть, чтобы не говорить, вот у нас выпал повешенный, у нас выпала звезда, еще там что-то. Просто говоришь 12, 17 и так далее. У нас есть несколько вариантов нумерации карт. Несколько. Которые, ну, даже вот сдвиг на единичку уже все меняют. Да, вот как во французской школе и в английской школе. Ну, и в английской школе у нас есть нумерация кровли и нумерация основной золотой зари. И у нас есть, а во французской школе тоже есть два варианта. Там, где шут у нас и номер 0 и номер 21. То есть, и такая нумерация тоже не есть. Соответственно, тогда картомер получается либо 21, либо 22. Это как бы небольшая подвижка, но в случае с французской английской школой это очень по-разному. Когда я читаю, что вот английская школа более точная, более правильно они там все сделали. А это связано с соотношением с еврейскими буквами. Но я не вижу такой правильности, такой закономерности. Для меня олев намного больше похоже на мага, чем шут. А бет связать с магом мне просто не удается. Не вижу там никаких пересечений, никакого смысла это соотносить. Поэтому я не думаю, что это принципиально важно. Это важно в том случае, если человек придерживается линейного взгляда на Таро. Что вот я сперва проживаю карту маг, потом карту жрица, потом императрица, потом следующий, следующий, следующий. Но я не придерживаюсь линейной концепции Таро. Я вижу это как, ну как можно сказать, как схема метро. Как схема метро. Там ведь нет, это раньше вот было, да, от пункта А до пункта Б. Вот мы прямую линию провели и все. А сегодня я от пункта А до пункта Б могу попасть десятком разных способов. Могу поехать на трамвай, на троллейбусе, взять такси. По разным маршрутам. Могу вот так поехать, могу вот так поехать. Могу под землей, могу там, не знаю уже как я могу туда набраться. Поэтому сама идея линейности, сама эта концепция мне не кажется хорошей. Она очень сильно, на мой взгляд, она очень сильно ограничивает Таро. Она заставляет его быть вот таким линейным. Ну линейность это конечно хорошо, но это механицизм. Это было уместно в эпоху Ньютона, потому что больше не было никаких представлений об этом деле. А мы сегодня с вами уже живем на уровне квантовой физики. Я даже не понимаю, что там происходит в этой квантовой физике. То есть я еще читал, когда школьникам был там про эту квантовую физику. Я так понимаю, что за последние 56 лет там столько нового она придумывает, что тихий ужас вообще. Поэтому самый такой ограничивающий подход. Но я вам скажу больше. Скажите. Я доскользил с удовольствием. Нумерология вся построена на Пифагоре. Ну в теории, по крайней мере. Ну не вся. Есть разные подходы, как и в астрологии. Есть западный, есть восточный. Западный, западный. Да, западный. Проблема вот в чем у нас возникает. От Пифагора не осталось ни единой строки. Просто. Ни единой строки. То есть все, что было написано, было написано в лучшем случае его учениками. Как они там сумели понять? А у них какая-то была загадочная идея, что они сами не приписывали себе. То есть они все, что было написано имя, приписывали Пифагору. Хорошо, ладно, пускай. Не написано. Будем учеников читать. Начинаем читать учеников. Я читаю то, что написано сегодняшними нумерологами. По поводу, что значит двойка, что значит тройка. И так далее. И я читаю то, что, ну, по крайней мере, приписывается Пифагору. И я вижу там огромное противоречие. Двойка – это не гармоничный союз. Двойка – это боль. Боль от разделения единого целого на два отдельно существующих элемента. Это те же самые родовые муки. То есть это не союз, это не гармония. Это не взаимное объединение. Двойка – это первая фаза деления. Хорошо. Я читаю, как это пытаются интерпретировать карты. И мне становится просто смешно. То есть я не нумеролог. У меня нет там глубочайшей познания в нумерологии. Но я, по крайней мере, знаю, как это трактовалось в тогдашние времена. Ну, интерпретируйте тогда двойку, пожалуйста. Коротенько. Какую? Ну, второй аркан. Второй аркан не имеет ничего общего с двойками. Не имеет. То есть мы вообще не можем, да? Да. Мы можем говорить о двойках минимально. Простите, но вы когда говорите о разделении двойка, то есть это формально, да, делится на две части. Но двойка, скажем, если исходить из ведической, скажем, там, нумерологии... Я не знаю никакой ведической нумерологии, потому что ведическая нумерология не отложила ни малейшего следа в картах Таро. Я рассмотрю все через призму карт Таро. Только. Никак больше. То есть ведическая нумерология или астрология задействована в картах Таро? Нет, не задействована. Я даже не трогаю ее. Даже не трогаю. Пусть они там сами без меня им и им без меня хорошо. Я могу это использовать или нет? Я не могу это использовать. Его там нету. Нету, Соня, никаких вопросов. Я вижу параллели? Нет, не вижу. Прекрасно. Хорошо. Ну, давайте мы с вами рассмотрим такую страшную вроде бы карту. 16 аркан. Башня. Ну, первый вопрос. Ну, когда выпадает эта карта, это сразу очень неблагоприятно. Многие так ее истолковывают, поскольку это башня. Вот я даже с септембра 11, 11 сентября, я читал тоже там торологи, это там гроза, это молния сверкает, башня падает. И так интерпретация идет, потому что, ну вот так вот, потому что. Это правда или нет? Это такая уже совсем плохая карта? Это одно из множества значений этой карты. Травма, удар, ушиб. Но у нее есть и другие значения. Это взрыв. Взрыв. Представьте себе, что у нас с вами шахта. И мы в этой шахте взрываем кусок породы для того, чтобы мы могли работать дальше. И у нас карьер. Мы взорвали, экскаваторы это все выребли, на самосвалы положили, они уехали. Для нас с вами в этой ситуации взрыв это хорошо или плохо? Ну если мы разрабатываем этот, скажем так, нам это хорошо. Она указывает на взрыв. Она указывает на большое количество энергии, которые освобождаются в один миг. Я стою на пути этой энергии. Меня снесло там, печатало стену. Естественно, что я не испытываю большого удовольствия от этого дела. Я управляю этим потоком энергии. Это происходит в согласии с моим планом, с моей волей, с моим представлением о том, как это должно произойти, почему, зачем и так далее. Все, я не вижу в этом никакой проблемы. Удар. Вообще все очень просто. Ударили меня. Мне от этого хорошо? Нет, не очень. Ударил я там. Мой противник лег и лежит. Мне хорошо? Конечно, мне хорошо. Так вот удар это хорошо или плохо? Куда? Кого? Почему? За что? Какие последствия в близком времени, в отдаленном времени? И только после этого мы можем сказать, да, это было хорошо. Нет, это была ужасная катастрофа. Поэтому у нас реально, у нас нет хороших или плохих карт. У нас любая карта, она хороша для чего-то или плоха для чего-то. Если я собрался делать торт, у меня есть прекрасная специя, куркума. Нет, куркума нет. Черный перец. Он, перец этот, нужен в моем торте? Или нет? Ну, для индусов может быть и нужен. Для нас нет. Нет. Но если я делаю пряник, я не могу без него обойтись. Пряник. Само слово пряник происходит от слова пряность. Там присутствует черный перец. Вот и все. То есть, это уместная ситуация. Вот эта карта в этой ситуации. Уместна? Нет проблемы. Неуместна. Она нарушает мои планы. Она противодействует. Но я буду воспринимать как негативную. Ну, если тогда карты можно интерпретировать одну и ту же карту по-разному, тогда, получается, разные интерпретаторы, торологи могут по-разному интерпретировать одну и ту же какой-то человек. Так они такие композы? Так и вот человек теряется в догадках. Он пошел, как у нас тут принято, брать second opinion, third opinion, второе мнение, третье мнение. Вот ему диагноз поставили. Он пошел к одному врачу, пошел ко второму, пошел к третьему. Вот так он пошел к одному астрологу, то есть второму. Пошел к другому. Тот ему сказал другое. Третьим пошел. Сказал третий. Что делать-то? Не знаю. Видите? Не знаю. Так, дорогие друзья, идите к Сергею Савченко. Я у него тоже учился. Он хорошо интерпретирует. Скажите, у меня такой вопрос тогда к вам. Еще раз, возвращаясь к цифрам. Шестнадцатый аркан, это в сумме дает 1,6, дает 7. Седьмой аркан, колесница, они ведь похожи в какой-то степени, верно? Все арканы похожи между собой. Все арканы не похожи между собой. Оба этих утверждения абсолютно правильны. Как вы интерпретируете тогда? В чем разница, в чем схожесть между этими двумя арканами? Это две абстракции. У меня хорошо развито абстрактное мышление. Я найду взаимосвязь между любыми двумя абстракциями. Я обоснуюсь, что это... Если вы захотите. Если я захочу. И я обоснуюсь, что этой связи нет. Я не вижу очевидной связи между колесницей и башней. Не вижу. Но я могу ее придумать. Было бы мое желание только. Знаете, был в истории, я забыл его имя. Был один человек, очень-очень-очень логичный. Его в споре никто никогда не мог победить. И вот он собирал, просто проводил эксперименты. Он выдвигал какое-то утверждение, которое было совершенно несостоятельно. Люди приходили, его оппоненты, и говорили, как это может быть. И он доказывал им. И когда он им доказывал, они соглашались с этим сам, потому что было абсолютно невозможно, было по-другому. Он говорил, так вот это утверждение неправильное, сейчас я вам докажу обратное. И он становился на другую сторону, и все, точно то же самое доказывал. И опять все соглашались, поскольку это было действительно очень правильно и очень логично. То есть, при желании можно придумать. Но это называется притягивать за уши. Но это очень часто происходит в Таро. Очень часто вот эти параллели между картами, между Таро и еще чем-то, они просто притянуты за уши. Человек, который это придумал, ему кажется, что это ценно и важно и значимо. И он за это цепляется, и он кричит. Вот, да, вот оно такое, вот оно так, и так далее. Я как-то вот сегодня так получилось, что я прочитал несколько статей, не очень больших. И одна из них была посвящена связи Таро и детской сказке про Буратино. И вот человек расшифровывает эту Буратино, и Карабас-Барабас, у него дьявол получается, и все остальное. Это, конечно, ужасно здорово, но ни капли не нужно, не важно, не полезно и не интересно. Но это интересно для него, ему интересно было об этом думать, он все это писал. Кстати, жрица, он соотнес с черепахой Тартилой. Я прочитал, думаю, ну нет, я даже, я не хочу даже это читать, я не хочу в это вникать. Потому что для меня связь между черепахой Тартилой и жрицей абсолютно не очевидна. И я не вижу никакого смысла в такой связи, чтобы это узнавать. Ну, да, человек нашел, написал статью, ему хорошо от этого. Ну, вы знаете, опять же, возвращаясь с точки зрения нумерологии, семерка – это очень интересная планета в ведической астрологии. Это планета Кету, и это южный узел Луны, будем говорить так. Ну, это Нептун в западной астрологии. И эта планета очень демоническая, поскольку две цифры 4 и 7, они как бы две части одного демона, его там назвали. И вот Раху и Кету – это голова, это, значит, Уран, а Нептун – это туловище и хвост, ну, там, ноги, хвост вот этого, значит, демона. И это демоническая планета, то есть, ну, по определению демон – это демон, да. Хотя, с другой стороны, можно здесь и найти хорошее что-то, потому что дает очень неплохие качества, там, трудолюбие и так далее. То есть, тоже можно найти, во всем плохом можно найти хорошее, как вы говорите, взрыв, да. Вот война, оно хорошо или плохо? Оно плохо. Но после войны, то есть, заканчивает… Кому? Ну, кому. Ну, я не знаю, кому. Значит, те, кто развязал войны, кто победил, тем хорошо, наверное. Нет, кто победил, не обязательно хорошо. Кто развязал, тоже не обязательно хорошо. Вот тем, кто продавал оружие обоим сторонам, вот тем точно хорошо. Нет, я могу сказать, кому хорошо. Хорошо тому, тем, кто потом пережили это и начинает возрождение, потому что война – это нижняя точка, это та яма, куда мы попали, и дальше уже падать некуда. То есть, этот цикл начался, цикл завершился, и начинается новый цикл. Так как человек, если допустить, допустим, есть кто-то верит, кто-то не верит, он рождается, он живет, он умирает, он освобождается от болезни, освобождается от старости и вновь рождается. То есть, ему хорошо или нет? Ему хорошо, если он родился, если это действительно так. Ему плохо, наверное. А есть ли в Урюпинске? На это существует другое. Да, еще, причем, другого цвета тела, может быть. В Урюпинске? Да. Это же вообще так, весь Урюпинск восстанет. Как это так? Поэтому, ну, здесь есть момент такой, это карма. Вот, ну, это мы углубляемся. Давайте мы с вами, мы с вами давно не гадали. Я вам, да, я вам предлагаю погадать, значит, делать один расклад. У меня в эфире была одна очень известная женщина, можно послушать программу, те, кто будет нас слушать, они захотят, будут послушать. Ее зовут Лариса Суверон. Она известная, очень известная дама, она проживает в Швейцарии, уже там где-то лет 30-35, уроженка Санкт-Петербурга. И она ясновидящая, потомственная ясновидящая. И вот, когда мы с ней беседовали, я говорю, Лариса, ну, предскажите нам что-нибудь такое вот. Она говорит, я вам могу сказать, 15 июля, ну, не 15 конкретно, а вот начиная с 15 июля, где-то вот там несколько дней, у меня было видение. О том, что будет какая-то катастрофа. Катастрофа природного характера. То есть, она говорит, мне вот видение было лава. Лава, значит, это получается вулкан. Она говорит, я не знаю где, но вот примерно вот это вот время. После этого эту программу слушал еще один человек, который выступает у нас на радио Сангейс, астролог. Он говорит, очень интересно, мне это все очень понравилось. Я могу предположить, где это может быть, поскольку она, так сказать, озвучила, где это теоретически может быть. И он предположил и нашел где-то там 4, по-моему, точки на карте земного шара, где, возможно, это произойдет. У меня к вам вопрос. Произойдет ли это в июле? Я бы в одной из этих четырех точек. Нет. Произойдет ли это первое вообще? Нет. Значит, давайте мы начнем. Да, у нас есть постоянно действующие вулканы. То есть, у нас есть вулканы, которые постоянно действуют, да, на Гавайи. Ну, действуют, но они как бы, да, но они в дремлящем состоянии. Нет, у нас есть вулканы, которые прямо сейчас выплевывают лавы, там что-то с ними делают. Поэтому формально мы говорим, что произойдет, и оно происходит. Хорошо. Давайте так. У нас есть вот четыре точки, которые назвал этот астроном, и которых я вообще не помню. Ну, четыре или пять, не важно. То есть, мы сейчас задаем вопрос, произойдет ли извержение хотя бы в одной из этих точек, которые были названы. Давайте так. Да, давайте мы ограничим крайним сроком. Да, то есть, начиная с 15-го и до... Это я и хотел сказать, до конца июля. До конца июля. Да, потому что у меня есть другая дата. Я вот слушал тут наши американские астрологи, известная женщина. Она называла дату 29-го, поэтому до конца июля. Но, правда, она не говорила, что там будет какая-то катастрофа. Не уточняю масштаб. Сам факт. То есть, вот этот улкан не работает, вот он пшикнул. Да. А вообще, вы там в Америке живете, конечно, на пороховой яме. Мы живем на вулкане. На Йеллоустонском вулкане, который если бумкнет... Да. Уже после этого был комментарий. Я, женщина одна написала, я уже знаю точно, это Йеллоустонский вулкан, который приведет к разрушению и падению Америки. Не только Америки. Если только Америки, то и черт. Ну, я не стал уточнять, да, я... Потому что... Так. Мы сейчас у меня выпало. Когда что-то... Постоянная где-то конфликтная ситуация. Башня, Иерофант, Отшельник. Самая башня. Луна и правосудие. Нормально, я должен сказать, это более чем возможно. Лично у меня нет ощущения, что это возможно. Но по картам, я должен сказать, да, это возможно. То есть, это... То, что это произойдет, событие с более высокой вероятностью, чем то, что это не произойдет. Понятно. А, Сергей, тогда в продлении этого вопроса, можно ли как-то обозначить размеры, что ли, такой катастроф? Насколько сильно оно будет? Насколько сильно будет это извержение? Будет ли это связано с... Ну, опять же, я, может, тут не туда иду. С землетрясением с каким-то, поскольку обычно так оно может и происходит и так далее. И будет ли это на воде потом? Жреца, дьявол, башня, колесница. У нас снова была башня. Башня напрямую может быть ассоциирована с вулканом. Ну, может быть, да. То есть, это еще раз нас убеждает в том, что да, это может быть. По поводу воды не знаю. По поводу масштаба, сильно, чудовищно разрушений я в этом раскладе не вижу. Ну, то есть, да, разрушений, но не на уровне катастрофы тому, что миллионы людей погибли. Ну, в общем-то, да. Иначе бы это было бы уже давно известно. Какие-то предсказания кто-то бы уже сделал. Нет такого ощущения, да, где-то, эстальное, это происходит. Это некая макарная события. Да, типа, вы знаете, он обозначил, я могу назвать, он обозначил, значит, Адриатическое море, получается, да. Ну, там где-то в районе Италии, там все-таки Этна, когда-то там уже было, Пампея. Это Япония, возможно, это район Нью-Йорка, все-таки там океан. И что еще? Да, Южная Америка. Вот четыре вот эти вот как бы точки. Нью-Йорк, Нью-Йорк, насколько я знаю, там нет вулканической активности. Нету, но там было, там речь шла о воде. Там нету, да, там нету этого. Но о воде, то есть, это возможно, возможно, если где-то что-то рвануло, то, поскольку это вода, то цунами там или куда-то чего там будет, возможно такое. Вот, опять же, мы же не знаем, оно же может быть под водой, тоже существуют эти вещи. То есть, всякое, всякое, всякое может быть. Ну, да. Да, но единственное, что я, в принципе, согласен, нету ощущения, нету ощущения каких-то вот серьезных таких... Ну, обоиная катастроф. Да, то есть, возможно, будет, да, но такого нету. То есть, ну, у нас уже время подходит к концу, и у вас и так время уже достаточно позднее. Может быть, мы тогда в следующий раз продолжим. Я просто хотел спросить, как вообще относятся торологи, и можно ли с помощью торо, ну, скажем, не сказать, что предупредить, но как-то, как-то... Или предупредить тех людей, которые проживают, о том, что там, возможно, что-то... Я отвечу вам на этот вопрос. Да? У меня было раз такое, да, давно, я еще тогда жил на Украине. Годовой расклад. Начинается эпоха годовых раскладов. Все, кто ко мне приходят, я им делаю, и у всех выпадает одно и то же. Готовьте продовольствие, готовьте продовольствие. Там на определенные месяцы, на осень выпадает. Готовьте, запасайте продукт. Я, ну, удивился. То есть, от обратного надо идти. Да. Я на всякий случай тоже запас продуктов. Пренебрегать таким предупреждением. Доллар в эти месяцы сильно скаканул доллар. То есть, вот такая вот, непрямое было предупреждение, что надо было бы долларов подкупить, а я тушенки с картошкой подкупил. Ну, то есть, получается, что покупать все это было бы очень дорого, да? Да. Сильно тогда, не помню уже год, которые там 90-е какие-то там года были, но очень сильно тогда рухнул доллар на Украине. Вот, и это было тяжело. Ну, то есть, да, такое бывает. И бывает, в картах показывают события не твое личное событие, да, а некое масштабное большое событие, которое отбрасывает тень на тебя. Ну, хорошо, хорошо, мы вернемся к этой теме, вообще-то говоря, да, ну, все хотели бы действительно такие вещи знать, но опять же, у нас еще будет событие, вот я все его готовлю, готовлю, то мы, типа, фестиваль такого, где будут присутствовать специалисты именно в этой сфере, ну, предсказаний, гаданий, прогнозов и так далее. Это будет очень интересно. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Сергей, спасибо. Мы с Будда, если Будда со мной, точнее, говорит вам большое спасибо. И, вы знаете, я захожу в эту комнату, и у меня там сразу сидит кто-то, вроде бы никого не должно быть, сидит довольно большая фигура. Вот, так что, до новых встреч и хороших вам гаданий. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова